И к нам из Петербурга присоединяется чемпион Советского Союза по фигурному катанию легендарный тренер Алексей Мишин. Добрый вечер, Алексей Николаевич. Здравствуйте, Александр. Новая волна допинговых разоблачений докатилась и до российских фигуристов. Насколько для вас это стало неожиданностью? Ну вообще, допинг в фигурном катании это крайне редкое событие. И тем более в случае с Бобровой для меня это произвело очень неприятное, неожиданное и неприятное впечатление. Фигуристы Боброва и Соколов пропустят чемпионат мира в Бостоне, поскольку в их пробах обнаружили запрещенный препарат – мельдоний. Вы слышали раньше о таком препарате? Да. В спортивном мире этот препарат использовался достаточно широко. А может такое быть, что спортсмен принимал лекарства, не подозревая, что нарушает допинговые правила? Ну вообще, доктора, которые обеспечивают фармакологическую поддержку сборной команды по любому виду спорта, они ориентированы, имеют список запрещенных препаратов, нерекомендованных, и тех препаратов, которые разрешено использовать только по жизненным показаниям. И поэтому, конечно, все это происходит под контролем. И сейчас, например, мои спортсмены, у них в телефоны закачана специальная программа, по которой они могут посмотреть запрещенные препараты, незапрещенные препараты, динамику перемещения этих препаратов, потому что когда-то запрещены, когда-то они не запрещены были. А кто в первую очередь несет ответственность, если у фигуриста обнаруживают допинг? Сам атлет, его тренер или врач? Ну, конечно, расхлебывают все эти неприятности. Приходится, конечно, в первую очередь, самая жесткая кара падает на спортсмена. Но я хотел бы прокомментировать вот этот сам Мельдоний, Мельдоний, люди. Я хочу внести ясность, что достижения Бобровой, Кулишникова, нашего замечания, или Стратова, Спринтера, они абсолютно не определяются этим препаратом. Это какая-то такая добавка, и часто препараты такого типа, они носят больше характер процеба. Как вы оцениваете поступок Марии Шараповой, которая призналась в употреблении запрещенного препарата? Ну, мне кажется, это характерно для Шараповой. Она бескомпромиссна и в борьбе, и она призналась, это, не знаю, признак ее мужества. И я с восхищением снимаю шляпу перед ее заявлением, перед ее манерой поведения, а не пытаться что-то хитрить. Когда, ну куда же там денешься, если есть препарат? Ну что там, никуда не спрячешься. К отлетам, которые попадаются на допинге, вы относитесь с порицанием или с сочувствием тоже? Это зависит от того, от деталей употребления. Если он попал под влияние доктора или какого-то специалиста, который его, будем говорить честно, просто обманул или ввел в недопонимание, я думаю, что здесь я отношусь к таким спортсменам с сочувствием. А тем, кто умышленно это делает, зная, что это нарушение, зная, что человек получит преимущество перед другим спортсменом, конечно, это непорядочно. Некоторые склонны видеть политическую подоплеку в допинговых скандалах вокруг российских спортсменов. Как вам такой подход? Я думаю, что сейчас российские спортсмены находятся в положении, в каждом классе есть какой-то двоечник и хулиганистый парень. И вот все грехи, все сваливают на него, все приводят пример его безобразного поведения. Я думаю, что, может быть, такая тенденция есть. Потому что, почему же мы не кричим и не хлопаем в ладоши, и не рвем на себе волосы, которых и так немного, когда биатлонисты в северных стран все поголовно больны астмой, принимают по медицинским, по жизненным показаниям препараты, и это все проходит совершенно спокойно и без ажиотажа. Мне кажется, что здесь есть и такой акцент. Я бы не делал его главенствующим, но не говорил бы, по крайней мере, что во всех допингах виноват Обама. Нет, я не думаю, что это так. Но надо в каждом случае разбираться. Спасибо, Алексей Николаевич, и поздравляю вас с прошедшим юбилеем. Желаю здоровья и успехов. Спасибо, Александр, спасибо за добрые слова. Хочу заверить тебя, Саша, что празднование прошло без мелдраната. И всего хорошего, до свидания. С нами из Санкт-Петербурга был легендарный тренер Алексей Мишин, который 8 марта отметил 75-летний юбилей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин